Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре очень интересный станочек, без которого не обходится ни одна мастерская, ни один мастер. Приобрести его можно у компании Москлад, так что усаживайтесь поудобней. Сейчас вскроем коробочку, соберем его и все как всегда. Комплектация, технические характеристики и показ станка в работе. Поехали! Продолжение следует... Да, друзья, как вы уже поняли, у нас сегодня на обзоре вертикально сверлильный станок PAPTEC B16. Сейчас мы его с вами соберем, пробежимся по техническим характеристикам и попробуем его в работе. Начнем с колонны, прикрутим ее к основанию. Колонны к основанию прикручены, теперь устанавливаем рейку и рабочий стол. Следующий наш этап устанавливаем сверлильную головку на колонну. Шестигранником, который шел в комплекте, подзатянем два гужона. Также не забываем затянуть гужон на кольце. На механизм подачи прикрутим три рукоятки, которые шли в комплекте. На механизм спуска и подъема рабочего стола установим ручку. И на лыске зафиксируем ее гужоном. При помощи шестигранника, который шел в комплекте. Шестерню и рейку нужно смазать. Также в комплекте шел патрон B16 под конус Морзо 2. В этот патрон можно зажимать хвостовики сверл, фрез, корона к диаметрам от 3 мм до 16 мм. Устанавливаем патрон на конус, а потом устанавливаем в сборе в пиноль сверлильного станка. Теперь соберем защитный щиток и установим его на сверлильный станок. Защитный щиток регулируется по высоте и фиксируется барашками. Помимо этого он откидной. Друзья, вертикальный сперлильный станок FAPTEK B16 собран. Ну а теперь переходим к техническим характеристикам станка. Но не забудем про комплектацию. А в комплектацию к этому станку входят защитный кожух для глаз, сверлильный патрон с конусом Морзо 2, тесы, ключ для сверлильного патрона, два шестигранника, вот такой вот клин, для того, чтобы можно было снять патрон и, к примеру, установить сверло, фрезу или же коронку с хвостовиком конуса Морзо 2, а также руководство пользователя. Начнем с того, что настольный сверлильный станок FAPTEK B16 работает от сети 220 вольт. Мощность электродвигателя, установленного на этот станок, 450 ватт. Откроем защитный кожух. И здесь мы видим три четырехручейковых шкива. Ведущий шкив на электродвигателе, промежуточный шкив и шкив на пиноль, на шпиндель. А также мы видим таблицу диапазона скорости вращения шпинделя. Тут 12 скоростей. От 280 оборотов в минуту до 2380 оборотов в минуту. Скорость вращения шпинделя можно менять за счет перекидывания ремней. Сбоку мы видим механизм натяжения ремня. Ослабляем барашек, отводим двигатель назад и затягиваем барашек. Очень удобная конструкция. Закрываем кожух. Тут мы все рассмотрели. Не забываем закрутить винт. Здесь мы видим кнопку включения-выключения станка, вывод кабеля с вилкой в сеть 220 вольт и возвратная пружина шпинделя. Диаметр колонны на этом станочке 58 миллиметров. Максимальное перемещение пиноли 60 миллиметров. Имеется вот такая вот линейка с точной градацией, при помощи которой мы можем засверливать отверстие на нужную нам глубину, зафиксировав вот этот вот самый барашек. Рабочий стол тут круглый и диаметр рабочего стола составляет 250 миллиметров. Стол на этом станочке поворотный. Достаточно ослабить болт и стол поворачивается что в одну сторону, что в другую сторону от нуля до 45 градусов. Также стол регулируется по высоте. Опустили или подняли на нужную нам высоту и зафиксировали фиксатором. Основание из серого чугуна и имеет размеры. Длина 400 миллиметров, ширина 230 миллиметров. Максимальное расстояние от шпинделя до основания 515 миллиметров. А максимальное расстояние от шпинделя до стола, когда стол в максимальной нижней точке, составляет 400 миллиметров. Расстояние от колонны до оси шпинделя составляет 145 миллиметров. Высота станка составляет 840 миллиметров, а вес его 30 килограмм. Друзья, настольный вертикально-сверлильный станок poptech b16 имеет компактные размеры небольшой вес на нем можно производить различные операции как высверливание отверстий зенкирование что-то где-то шлифануть и у кого нет частного дома и мастерской его можно также к примеру поставить на балкон по характеристикам в принципе основное я все рассказал более подробную информацию вы можете узнать пройдя по ссылке в описании на сейчас мы с вами его попробуем в работе попробуем просверлить трубу толщина стенки 5 миллиметров сверло диаметр 7 миллиметров без проблем быстренько аккуратненько и отверстия все четко а самый главный станок работает практически бесшумно теперь возьмем сверло на 13 и в этой же трубе попробуем просверлить новое отверстие отлично без пилотного отверстия сразу сверлом на 13 миллиметров конечно было бы лучше если бы закреплены были тиссы а так друзья сразу на 13 миллиметров сверло без проблем друзья труба толщина стенки 5 миллиметров диаметр сверло 13 миллиметров обычно если нам нужно что-то просверлить сначала мы маленьким диаметром сверла а потом побольше а тут сразу сверлом 13 миллиметров при том что мне закреплены тиссы и не закреплен сам станок как говорится у матросов нет вопросов станок четкий. И нет смысла сейчас вам показывать заряжать большие коронки и высверливать большим диаметром отверстия. Он без проблем справится. Так что, друзья, кто хочет из вас приобрести вертикально сверлильный станок FAPTEK B16 проходите по ссылке, которую я оставлю в описании под видео МОССКЛАД и приобретайте. А на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok